доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели в очередной раз снова мы на финансовых площадках и как и всегда стараемся максимально объективно оценить все что на них складывается и то что влияет на динамику финансовых активов предлагаю как и всегда начать с нефтянки 5901 сейчас по бренду хочется сказать то что мы видим развитие роста но он настолько смешной и незначительные что лучше сказать что бренда по-прежнему котируется и консолидируется вблизи тех уровней которые мы наблюдали что в начале этой недели что в конце прошлой то есть ниже чуть ниже 60 долларов за баррель настроение на рынках остаются противоречивыми несмотря на то что все внимание трейдеров сфокусировано на brexit и на переговорах между сша и китаем новостной фон очень сильно разнится и одни и те же факты доводы новости сейчас интерпретируется по-разному мы ничего с этим поделать не можем но если говорить прям крупными мазками то глядя на динамику фунта глядя на то что сейчас не очень-то и растет спрос на защиту можно сказать что все таки большинство трейдеров инвесторов оптимистично настроены в том что сша китай преодолеют эти торговые разногласия а англия сможет договориться европейским союзом о тех условиях которые позволят ей покинуть и с нулевыми таможенными ставками мы следим за развитием событий друзья в отношении нефтянки в целом то что раз сейчас говорят об оптимистичных настроениях если сейчас на рынке есть этот самый позитив присутствует надежда конечно же это оказывает влияние на рисковые активы с точки зрения поддержки поэтому и нефтянка также понемногу прибавляет стоит также отметить что рынок может быть сейчас в замешательстве потому что нуждается в новых триггерах и сегодня 18.00 выйдут официальные данные по запасам нефти в сша мы ждем эту статистику нужно оценить объем изменения запасов кстати говоря предварительная репетиция в виде данных от api указывает на то что запасы выросли на 10 с половиной миллионов если официальные данные будут похожими то соответственно рост запасов можно поставить знака равно это риска избыточного предложения который наложится на риск замедления темпов роста мировой экономики то есть потенциально сегодня друзья есть фактор из-за которого котировки могут просесть если вас интересуют как а срочные сделки то я считаю что после отчета если запасы действительно вырастут можно будет попытать удачу через небольшие непроложительные сэлы от нефтянки если же вы не хотите метаться то предлагаю пока что положиться на вот этот локальный рыночный позитив ждать возможно каких-то дополнительных новостей со стороны ближнего востока который в целом остается как пороховой заряд мы также следим за тем как развиваются отношения саудовской аравии и ирана повторюсь эти страны по-прежнему втянуты в ряд серьезных столкновений конфликтов в том числе его войну в йемене поэтому новости могут быть также довольно внезапными и в целом если они придут нам придется лишь признать тот факт что это было прогнозируемым и ожидаем я предупреждаю друзья то что ближний восток недооценивать не нужно лично я держу длинные позиции как вы наверняка знаете и настраиваюсь на то что нефть будет стоить гораздо дороже 60 но при этом добавлю что я торгую только на долгосрок и локальные изменения рыночных настроений меня особо не интересует доллар гена 108 73 дежавю по уровням в принципе видели мы похожую картину и накануне за день изменилось следующее вышел отчет по ровничной продажи моно разочаровал минус 0,3 процента в месячном выражении с 0,6 процента сегодня я забираюсь для вас записать видео которое будет посвящено новым мерам экономического стимулирования от федрезерва а так называемый еще один раунд программы количественного смягчения четвертый хотя фрс по-прежнему всячески пытается назвать его как угодно только не программа количественного смягчения мы разберемся друзья я вам объясню и расскажу почему это все-таки ки и соответственно по ожиданиям снижения ставки ведь статистика хуже некуда по ожиданиям перезапуска программа количественного смягчения потому что фрс возможно уже начинает понимать что низкие ставки и факт их снижения особо-то поддержки экономики не оказывают мы ждем снижение курса доллара также друзья из видео вы поймете почему нужно держать долгосрочной продажи евро против доллара 1 10 74 я призываю вас друзья как и раньше присматриваться к коротким позициям нужно было это делать сразу же после того как пара оказалась выше отметки 110 сейчас и котировки как вы понимаете еще выше соответственно потенциальный профит больше данные по инфляции которые вышли накануне указали на спад в частности базовый индекс на и на уровне единицы показатель проза позапрошлого месяца пересмотрен с 1 до 0,9 процента не базовая инфляция основной а показатель индекса потребительских цен 0,8 процента то есть напомню что очень сильно не достает до цели в 2 процента поэтому и потенциальные ожидания действия cb по дополнительному стимулированию это все будет обид по позиции главного валютного риска фунт против доллара здесь спектакль продолжается друзья новостной фон по-прежнему неоднозначные вчера вы наверняка могли заметить что фунт сто пятьсот раз и вниз сходил на 100 пунктов и также восстановился и честно говоря у каждого такого движения был фундаментальный триггер когда мы увидели лол вчерашнего дня 126 55 это стало следствием сообщений которые появились на блумберге что сделка провалилась после этого фонд взмыл на 170 пунктов еврокомиссия сделал сделала комментарий о том что соглашение все-таки будет достигнуто после этого показания поменялись еврокомиссия сослалась на то что сохраняются еще множество неопределенностей требуется корректировки текущего соглашения и их ждут от англии фунт снова вырос потом также упал и последнее вот сообщение несколько часов им буквально macron сделал заявление о том что соглашение достигнут и вот когда я готовилась брифингу друзья 20 минут назад на bbc собственно новость о том что соглашение нет я не знаю какую идею вам сейчас транслировать позитив или негатив ну останусь верен своей позиции что если нет конкретики если нет того что позволило бы нам говорить о преодолении самого главного камня преткновения это бэкстопа то есть разрешение этого вопроса значит нужно все-таки склоняться в пользу того что жесткий обрезать он по-прежнему вероятен поэтому я предлагаю ловите фунт на снижениях через сел стоп например сегодня новая сделка 1 2770 и ждать развития событий потому что сегодня в прямом смысле может быть определена судьба англии фунта ведь сегодня заседание еврогруппа который посвященном брекзиту и много раз мы слышали намеки комментарии что у англии последний шанс в принципе дать то соглашение которое устроило бы всех как раз перед саммитом есть в общем сегодня день будет жарким ну и по другим активам быстро доллар канадец 13203 данные по индексу потребительских цен разочаровали минус 0,4 процента с прошлого снижения минус 0,1 процента вероятность снижения ставки растет завтра у нас данные по рынку труда если они также будут в красных тонах то будем друзья снова покупать пару доллар канадец но если вас интересует сделка можно уже небольшими объемами заходить в эти длинные позиции австралии спатьев доллара 0 67 84 непонятный позитив сегодня ну тем лучше для тех кто промедил ранее с короткими позициями продавайте смело потому что несмотря на снижение уровня безработицы со 5 3 до 5 2 процента это данные которые мы получили несколько часов назад стало ясно что это снижение произошло не за счет органического рост новых рабочих мест за счет снижения доли экономического активного населения не путайте эти понятия здесь очевидное доказательство того что рынок труда не прогрессирует поэтому ждем больших экономических стимулов которые будут и дальше бить по австралиицу цели вам известны это минимум 0 65 0 66 на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания